Здравствуйте! С вами программа «В движении». Сегодня мы будем говорить о возрождении русского народного промысла «Гжель». Этот знаменитый вид росписи берет свое начало в одноименной деревне Раменского района Московской области. Здесь, в середине 17 века, царь Алексей Михайлович из рода Романовых приказал начать добычу глины для аптекарских сосудов. С этого момента «Гжель» стала центром производства гончарной посуды игрушек и кирпича. Умилые мастера расписывали детские игрушки белых лошадок, кукол и миниатюрную посуду. Причудливыми цветами и листьями, в основном голубой и лиловой краской. Несмотря на уникальную и большую популярность гжельского искусства, в середине 19 века заводы по производству керамики пришли в упадок. А революция и многочисленные перевороты в государстве привели к тому, что народное искусство вовсе забылось. Позже, лишь в середине 20 века, этот промысел начали постепенно восстанавливать. И активная работа по его возрождению продолжается до сих пор. Главные события все также происходят в центре народного промысла в селе Гжель. Здесь, в Государственном университете, уже на протяжении 120 лет открыты двери для всех, кто желает получить уникальное художественное образование. Удивительно, что среди нынешних студентов обучаются не только молодые ребята из России, но также из зарубежных стран. Пожалуй, самое яркое такое творческое сотрудничество – это объединение Гжельского университета и государства Сальвадор. Все началось в 2017 году, когда фонд «Русский мир» помог студентам из Латинской Америки приехать в Россию и познакомиться с народным искусством. После того, как Сальвадор и университет заключили договор, обмен иностранными студентами стал проходить ежегодно. Культурные связи между двумя континентами за это время окрепли, и к желской росписи даже посвятили особый отдел в Национальном центре искусств города Панчималька. Главная цель сотрудничества между государствами Латинской Америки и Гжельского университета – создание крепкого союза, который сможет сохранить культурно-исторические ценности и популяризировать культуру в разных странах мира. За годы удивительной дружбы иностранные студенты смогли получить качественное высшее образование и воплотить свою давнюю мечту. Именно об этом сегодня и пойдет речь в нашей программе. Гость нашей студии – это режиссер, архитектор, художник Сергей Карпухин. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы человек очень многогранный. Конечно, нашего эфирного времени не хватит для того, чтобы раскрыть все грани, но одной из них мы коснемся. В первую очередь, вас как художника. Вы свободный художник. Но вы прекрасно расписываете в… Да, потому что я еще и гжельский художник. Конечно же. Мы как гжельский художник. Вообще, мы ездили в гжельский государственный университет, и он нам не чужд, поскольку фонд «Русский мир», у него есть некие договоренности с университетом. И там учатся студенты из Сальвадора, Гватемалы. Знакомься, слушала их песню. Вот, видите. Ну, знаете, я хочу задать вам вопрос относительно профессии будущего, потому что сегодня все стремятся пойти экономистами, юристами, журналистами, опять-таки, да. А ручной труд как бы не очень модный, что ли, но мне кажется, что тенденции меняются. Вот, как вы думаете, можно ли это отнести к профессии будущего, тех людей, которые учатся расписывать в гжельской манере, да? Ну да, какое-то время после перестройки было такое подозрение, что да, мир катится в какую-то цифровую ипостась, какую-то экономику, экономическую и так далее, и другие ипостась. Вот, и, конечно, у художников большое и сильное переживание было по этому поводу. Но сейчас, когда вот произошли такие перемены в мире, последние события вообще просто подчеркнули, что необходимость ручного труда, она более будет востребована в самое ближайшее время. И тем более ручного искусства, то есть авторского искусства. Почему? Почему? Да потому что, ну, во-первых, все устали уже от этой пластиковой жизни, и то, что нас загоняет в этот цифровой мир, это, к сожалению, тоже не есть хорошо для человека. Для организации любого уровня, включая государство, наверное, это хорошо, я думаю. Да, это определенный механизм регулирования. Это проще. Это проще, да, упрощает, нивелирует жизнь. Поэтому все, как бы, пытаются в этот цифровой эфир войти, а, к сожалению, потом выйти уже не могут. Вот. И почему-то такая вот немножко эфемерная жизнь возникает, и они уверуют в это. А между тем, человеческие эмоции, чувства, и тем более творчество, ну, оно, к сожалению, не поддается таким вещам, как просчитывание, цифровизация и все прочее. Сергей Иванович, скажите, а насколько ваши коллеги, да и вы, сами востребованы? То есть, насколько профессия хлебная? Она не хлебная. То есть художественное искусство никогда не было хлебным? Уголовник. Но вы же вспомните просто по именам, по именам, как заканчивали настоящие художники. Валентин Серов практически в нищете, царей писал, выдающийся портретист, заказов просто не было отбоя. Ну, умирал в нищете. Вот. Ремесленники сейчас, после того, как была разрушена промышленность, тоже сильно пострадали, особенно в ГЖИЛе. Но это искусство, поэтому, независимо от того, хлебное или не хлебное, люди этим занимаются. Потому что они пытаются перестроить мир, сделать его в какой-то красивый. Но поколение сейчас совсем другое. То есть абитуриент, да, мы с вами разговариваем, когда на пороге единого государственного экзамена. А абитуриент сегодня думает о том, что сколько он будет зарабатывать. Естественно, нынешнему поколению хочется жить хорошо, сытно. И чтобы дальнейшее продолжение рода не нуждалось ни в чем. Поэтому вот сегодняшние школьники, да, они такие, они материалисты. Они все просчитывают. И я понимаю, что выбирая ВУЗ, они в первую очередь начинают считать. Так, получится мне или не получится, насколько это будет востребовано и так далее. Хотя, конечно, это творчество. Есть определенная творческая категория молодых людей, которые идут, например, в театральные, хотя не все, конечно, идут в художественные различные университеты и академии. Потому что они по-другому жить не могут. Да? Да. Как бы они исходят из этого. Но, тем не менее, вы говорите, что это будет востребовано, что это профессия будущего, ручной труд. И, значит, я могу предположить, что в дальнейшем это будет более высокооплачиваемо. Потому что, если мы посмотрим на Запад, то там ручной труд, он очень дорого ценится. Ручная работа, различные поделки, которые делают, они стоят совсем других денег, нежели у нас. Поэтому у нас очень часто иностранцы через интернет-магазины заказывают какую-то продукцию, потому что просто она у нас дешевле. И не стоит таких денег, как она стоит за рубежом. Но, к сожалению, это известная разница в оценке труда на Западе и в России. Но в этом ничего страшного я не вижу. Я думаю, художники, они везде художники, и они будут независимо от того, покупают, не покупают, работают. Вот я сейчас, в принципе, в такой же ситуации. Хотя моя коллекция достаточно серьезная, она востребована. Но бывают времена, когда нет такого спроса, тем более сейчас. Но Западный мир, вы правы, он покупает эти вещи, потому что тоже устал от отсутствия личных ценностей, от настоящего искусства, от настоящих взаимоотношений человеческих. Поэтому, да, это будет все востребовано. Сергей Иванович, ну, немножко все-таки о творчестве, да, от экономической составляющей. Давайте перейдем к творческой. И кжельская роспись. В чем сакральный смысл? Потому что все пронизано определенными символами, которые мы, по идее, да, русские люди, мы должны на каком-то генетическом уровне читать. Но хочется, чтобы вы немножечко расшифровали. Вот, имея дома небольшую поделку в кжельской росписи, что она несет, да, помимо того, что это теплота человеческих рук, это сделано с любовью, эта энергетика, она передается. Но также о неком символизме. Не, ну, любая ремесленная вещь, в общем-то, и декоративная, она уже сама по себе является символом. Ну, а то, что касается приложения к кжели, то вы правильно подчеркнули, это еще кроме символа народности, несущего тепло самой местности, и человека, который это сделал, истории, это еще действительно душевные вещи. Поэтому они украшают наш быт, и поэтому, что тут говорить, они нужны, они нужны, востребованы. — Сколько уходит времени на создание одного изделия? Ну, давайте возьмем что-то среднее. — Ну, изделию рознь, прямо скажем, трудно сказать. Я просто не считал ни по времени, просто вот, когда нравится, тогда ты просто сидишь, делаешь и не замечаешь время. Работаешь, и некоторые работы годами могут лежать. Ну, то есть сделать, конечно, чисто механически, технологически, в ремесленном смысле достаточно просто, но тут же все-таки творческий процесс, процесс искусства, поэтому тут он времени никогда не может, временем рекламентироваться. Ну, большая серия у меня была, ну, она и есть, собственно говоря, это по Гоголю «Вечера на хуторе Близди Каньки». Ну, делал два года, хотя там восемь скульптур. Вот. Эта работа, кстати говоря, в Киевском музее русского искусства находится. Любимые мои темы, любимые гоголевские сюжеты, и я их воплотил в жизнь. — Скажите, пожалуйста, а в каких странах мира представлены также ваши работы, помимо Украины? — Ой, это невозможно. Ну, я не говорю о музеях. Музеев у меня не так много в музеях, но, в частности, у меня в Кусково, естественно, в Государственном музее, у меня в Доме Гоголя, вот, в Киевском, в Егорьевском музее. А так, по всему миру мои работы разбросаны, потому что, ну, покупатели пишут. Даже сейчас, вы правильно сказали, интернет работает на нас. Хотя бы это большой плюс цифровизации. — Я уже узнала, что вас вдохновляет творчество Николая Васильевича Гоголя. Кого еще из русских писателей почуете и чьи произведения послужили таким серьезным толчком к созданию также коллекции, может быть, даже картин каких-то? — Нет, коллекции, может быть, и нет. А вот те писатели, которые на меня повлияли в жизни, то, конечно, это очень важно. Это важно. В конце концов, искусство, оно вырастает даже из нашего багажа знаний и культуры. Для меня первый писатель — это, конечно, Достоевский. После прочтения «Преступление и наказание» в 17 лет я был просто повержен. И потом перечитал много что. А Гоголь изначально был, так же, как и Лермонтов, поэт, мой поэт. Ну, потом, наверное, позже немножко Пушкина полюбил. Хотя мне он казался по юности такой моей глупой, немножко как бы таким официозным. То ли он близко ко двору, что мне мешало его так воспринимать. Но сейчас я понимаю, что это высочайшая, конечно, поэзия. Мировое светило, светочь наш. — Сергей Иванович, ну, вы много где были за границей, с выставками, по работе, да и просто наверняка ездили. Вот, знаете, сегодня очень остро для нашей страны стоит вопрос изучения и популяризации русского языка за рубежом. — Да. — Было время, когда русский язык учили для того, чтобы читать Пушкина в оригинале. Но сегодня это скорее единицы все-таки. Как вы думаете, ваша точка зрения, вот почему сегодня, я не хочу использовать это слово, но в какой-то степени может быть и выгодно учить русский язык, и чем наша страна может быть привлекательна для иностранцев. И в том числе я имею в виду, конечно, и постсоветское пространство, та же Украина, о которой вы сказали, где есть запрет на изучение русского языка, да, и постоянные гонения, хотя это наш братский народ. И вот если отбросить все эти политические, очень острые моменты, которые сейчас происходят, да, политическую повестку дня, просто по-человечески, почему мы интересны, почему русский язык нужно учить, и что это может дать иностранцам, как вы думаете? Русский язык глубокий язык, глубочайший, он носитель духа и веры, и вероятно, именно поэтому он важен, важен даже для тех людей, которые, ну, не являются представителями русского мира. Я знаю переводчиков, которые вот прекрасно знают, того же Пушкина переводит английский переводчик, вот, ну, это просто вот уже становится образом мыслей, образом твоей духовной жизни, поэтому, наверное, он притягателен для иностранцев. Мне было даже удивление, когда в Гжельском университете появились сальвадорцы и гватемалцы, я не знал, что это русский мир, по первости, но теперь я знаю, что это русский мир, и спасибо вам за это. Я был, конечно, потрясен тем, что они порой настолько восприняли наше искусство, Гжельское, что в некоторых моментах лучше делают даже, чем наши ребята, вот, им даже сейчас вот перепала такая честь сделать стелу для, именно сальвадорцам, сделать стелу, расписать стелу при въезде в наш поселок, где стоит университет. Так что я посмотрел, да, очень достойно, очень по-русски, по-нашему, так что это очень важно, конечно, и они тянутся и чувствуют. Какую душу все-таки можно иностранцу, получается? Ну, а как же, а как же, да, любую душу можно понять, хоть американцев, хоть украинцев, неважно. Просто когда действительно, вот, вы сказали, не касаться, а когда вот касается к этому процессу духовному, политика вмешивается во все это, вот тогда, к сожалению, много что идет не так. К сожалению, так оно и есть, но, с другой стороны, опять-таки, вот язык искусства – это универсальный язык, да? Абсолютно. Который мы либо чувствуем, либо мы его не чувствуем. И, как показывают студенты совершенно с другого континента, которые поняли вообще культуру, душу, загадку, и сегодня настолько они вплетены вот в наши традиции, и так это им нравится, да, потому что я тоже видела этих студентов, и, конечно, это удивительно. И видно, что у людей горят глаза, и они абсолютно счастливы, что они находятся здесь, в России, и что они прикоснулись к этой богатейшей культуре. Да, они счастливы. Они песни наши поют. Вот видите, они выучили русский язык. Русский язык, да, выучили. Я думаю, что у себя они будут абсолютно неизвестны. Я думаю, это вот уже носители русского мира там, где-то далеко, где-то далеко. И это так здорово. Меня это очень вдохновляет, на самом деле. Вот низкий поклон Вячеславу Алексеевичу за то, что он делает такое большое дело. Да, я с вами полностью согласна. Сергей Иванович, ну, время пролетело абсолютно незаметно. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам, и за ту большую работу, которую вы делаете. Потому что вы занимаетесь сохранением и популяризацией вечных ценностей русского мира. Это особенно важно. И порой кажется, может быть, и вам наверняка, что эта работа может быть и не очень заметна, не так заметна, как хотелось бы, да, наверное. Но большая дорога начинается с первого шага, правда? Она делает большое дело. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!